Добрый вечер, уважаемые телезрители! Давайте с самого начала. Как обратиться к уполномоченным? По телефону. Но лучше всего, я ценю, живое общение. Конечно, если у человека есть возможность. Если, например, мы живем в районе, есть какое-то онлайн сообщение с вами? Да, безусловно. Есть электронный вариант общения. И мы пользуемся, и граждане пользуются этой возможностью. Но чаще все-таки письменные обращения и живая явка, если можно так сказать, к уполномоченному. Застать вас можно в любое время? Бывает так, что человек приезжает куда-то, и там начинается, тут какая-то справочка не хватает, тут у человека обед, тут еще чего. Сейчас пытаемся понять разницу. Рабочий день в аппарате уполномоченного с 9 до 6, каждый день, кроме субботы, воскресенья. Уполномоченный непосредственно сам принимает, кто желает и хочет, чтобы именно принял его уполномоченный. По вторникам с 15 часов и до беспредела, то есть пока все граждане не получат тот или иной ответ. Но стараемся давать, конечно, положительный ответ. Вот к нам, когда звонят в редакцию с какими-то вопросами, каждый третий, четвертый вопрос, как правило, совпадает. То есть уже начинаешь улыбаться, почему проезд дорогой, почему лед не посыпали. Есть у вас какие-то вопросы, которые изо дня в день задают люди? Вроде бы системные, ЖКХ и так далее, но все равно в каждом жалобе, в каждом обращении есть какие-то свои маленькие нюансы. И вот эти нюансы как раз иногда играют основную роль. Приходится обращаться или в органы прокуратуры, чтобы поддержали, рассмотрели тот или иной вопрос. А нередко и прямо уже видно, что надо обращаться в суд и принимать судебное решение. Люди обращаются наоборот, сначала к вам, а потом уже робкими шагами в сторону прокуратуры идут. Нет, чаще все-таки к нам обращаются как бы к последней инстанции. Даже на жалобы на судебное решение. Но мы всегда трезво это взвешиваем и оцениваем судебное решение, потому что всегда одна сторона выигрывает, другая проигрывает. Которая проигрывает, чаще всего она будет недовольна и будет обращаться в какую-то иную инстанцию. И нередко выбирает в качестве такой инстанции уполномочия по правам человека. Ну, в данной ситуации просто приходится разъяснять человеку о том, что уполномоченный некомпетентен и неправомочен вмешиваться в деятельность судов. Он может обжаловать решение суда нижестоящей инстанции, высшестоящую инстанцию, как мы говорим, вплоть до конституционного суда, до европейского суда по правам человека. Но только вот таким вот образом. В этом и заключаются отличия или есть еще какие-то? Разделение властей. Так скажем, мы осуществляем государственный и общественный контроль, потому что должность и уполномоченность – это государственная должность. А это судебная власть. Поэтому они здесь никоим образом не пересекаются в юридическом плане. В человеческом отношении, в таком фактическом плане, да, конечно, мы общаемся с председателями судов, с председателем областного суда по тем или иным системным вопросам. Чаще всего не по конкретным делам, а по системным вопросам. Мы образовали вместе, прежде всего нас поддержал тогда еще был представитель областного суда Музюкин Анатолий Павлович, и сейчас Елена Владимировна Сапунова тоже поддерживает. Мы образовали такую дискуссионную площадку под таким вот спорным вопросом, где задействованы суды, другие правоохранительные, государственные, управленческие структуры, региональные, федеральные и так далее. Вот собираемся, обсуждаем определенные проблемы, которые возникают. И чтобы не было, с одной стороны, разночтений, с другой стороны, было понимание позиций друг друга. Ну, например, мы вот относительно недавно обсуждали проблему освобождения лиц, которые находятся в местах принудительных содержания по болезни. Оказывается, не так все это просто, потому что человека можно освободить, но у него, что называется, ни кола, ни двора нет, и так далее. И куда его освободить? Проводить его до первой остановки, посадить его на скамейку и ждать автобуса, и он поедет куда-то в неизвестном направлении, то тоже вот вопрос возникает. С одной стороны, антигуманно, что не освобождать по этой причине, а с другой стороны, а куда освобождать? В этом отношении отличается подача жалоб или обращение к уполномоченному от других инстанций. Если он обратится в другую инстанцию, то там ему напишут, что там или не по адресу он обратился, или в данном случае, что нет оснований для возбуждения, допустим, уголовного дела. Вы будете в любом случае разбираться. А мы должны по сути, да, раз там не решился этот вопрос, мы обращаемся в другую инстанцию и ищем способ решения вопросов для человека. А есть срок годности у обращений? У обращений, да, есть закон об обращении граждан, и он распространяется на уполномочий по правам человека, то есть в течение 30 дней мы должны дать ответ. За этим вот, что называется, смотрим очень-очень внимательно. Мне интересно, кто-нибудь обращается к вам по вопросу теневых зарплат, невыплат вовремя, когда людей не отпускают в отпуск, не оплачивают больничные? Сейчас это, мне кажется, очень острая тема. Вот у нас почему-то в последнее время вот эта вот волна таких вот жалоб прекратилась, когда обанкротившиеся предприятия не выплачивали заработную плату. Вот где-то год тому назад это буквально была вот волна. Это и наша знаменитая птицефабрика, в кавычках теперь знаменитая, это Касимовская нефть, не нефть, а сетевизательная фабрика, которые банкротились, более мелкие предприятия банкротились. У нас есть и работающие предприятия и учреждения, которые просто не совсем честно, скажем так, выплачивают заработную плату и относятся к своим сотрудникам. Такие обращения есть? Такие обращения есть, и мы с помощью прокуратуры пытаемся решать эти вопросы, зная, как прокуратура реагирует остро на эти вопросы. И повторных обращений, вот я на своей памяти не помню, чтобы они были. То есть я так понимаю, что есть реакция. Я уже не говорю о том, что этот вопрос номер один, он всегда возникает на правительстве, и губернатор, что называется, спрашивает соответственно должностных лиц, как и почему так вот получилось. И обращается нередко и в органы правопорядка, чтобы посмотрели на телепредприятия, где подобные факты существуют или продолжает расти задолженность по заработной плате. Наверное, еще одна из проблем – это льготное жилье, особенно для выпускников школ-интернатов. Олег Иванович Ковалев недавно об этом тоже сказал, о том, что количество этих не обращений растет, а количество нуждающихся растет. Потому что сейчас закон таков, что, во-первых, граждане узнали, что такая возможность есть, и, соответственно, кто в свое время, образно говоря, пропустил эти сроки обращения за получением жилья и так далее, они сейчас пытаются, что называется, наверстать упущенное и получить это жилье. Мы встречались с одним фактом, когда, образно говоря, на личной площадке выделили формально 9 квадратных метров, общий там туалет, где-то в конце коридора. Непонятно, как этот молодой человек мог жить, потому что там старые эти рамы, продувные и так далее, и так далее, кажется. Ну, вот, где-то вот недавно выдали ордер, наконец-то добились. Хотя три года это вот, я так не могу сказать, бодяга это шла. Хороший парень, кажется, рабочий приборного завода нашего знаменитого и так далее. Ну, вот, разрешили. Поэтому поштучно, что называется, считаем, вот, маленькую победу одержали, помогли человеку, и самим приятно. Сейчас очень много обращений к нам, в том числе, касаемых плохого качества воды. Может быть, это ближе к деревням, такая проблема существует в городе, тоже не всегда можно из-под крана попить холодной воды. Проблемы экологии беспокоят наших жителей? Вот, конкретно по воде нет, а экологии беспокоят. И много было таких вот жалоб, ну, они резонансные, как правило, коллективные. Вот, последняя, одна из последних жалоб в прошлом году была от жителей Дожково-Песочной по поводу свалок, по поводу нашего нефтеперерабатывающего предприятия, что оттуда запахи определенные идут и так далее. И это вопросы такие системные. Мы приглашили этих граждан, заявителей, пригласили принять участие руководителей этих предприятий. Граждане нам написали, кому они имеют претензии. И надо отдать должное, что руководители всех предприятий, там где-то их 8 или 10 было, все дали подробные справки с планами по годам, что у них запланировано. Начиная вот с нефтеперерабатывающего завода, первый директор оттуда откликнулся. Мы-то все в печати опубликовали, да граждан довели. Я в своем докладе об этом сказал на заседании областной думы буквально 3 недели тому назад. Сейчас доклад будет опубликован на странице хризанских ведомостей, там тоже эта информация пройдет. Сейчас многие молодые люди, получив высшее образование, предпочитают создавать свой небольшой бизнес не в городе, потому что это сложно, а где-нибудь на периферии, чтобы привлечь местных жителей. Вопросы малого бизнеса и проблем, связанных с ними, присутствуют? Они присутствуют, но такие единичные случаи. Вот у нас последний был случай, когда к новому заместителю губернатора, который курирует сельское хозяйство, мы обратились, чтобы он рассмотрел этот вопрос, когда группа молодых предпринимателей с района обратились с просьбой или с жалобой на то, что их душат предприниматели из других регионов, с Воронежской области, кстати, и так далее. Это здоровая конкуренция или не здоровая, я не знаю. В частности, просили защитить их права в этом отношении. Вот мы направили новому замгубернатора, который курирует сельское хозяйство, для того, чтобы он посмотрел, рассмотрел этот вопрос. И как-то все-таки мы защищаем права граждан в Рязанской области, поэтому мы хотим, чтобы... С остальными пусть разбираются сами. Да, пусть они там у себя, кажется, как-то... Я надеюсь, что эти 10 минут будут полезны для наших телезрителей. Спасибо вам за встречу. Спасибо вам за внимание. Это была программа «Подробности». Оставайтесь с нами и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова